Аудиокнига «Головоломка». Автор Серафима Богомолова. Читает Серафима Богомолова. Глава восьмая. «А где я могу найти кого-нибудь нормального?» «Нигде», – ответил кот, – «нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально». «Алиса в стране чудес» – Льюис Кэрролл. Эпизод 71. Не знаю. 2 января Монте-Карло. Не произнося ни слова, месье Муро, как ни в чем не бывало, продолжал курить. И неспешно идти вперед. Я стал нервничать. И то и дело украдка, заглядывая ему в лицо, пытался выяснить, о чем он думает. Но его лицо ничего, кроме глубокой задумчивости, не выражало. Неужели я потерял его расположение? Не зная, как реагировать на его молчание, я уже начал сожалеть о том, что рассказал ему о недоразумении с именем, как вдруг месье Муро остановился и, вынув изо рта сигару, сказал. «Месье Люк, не хотите ли выпить кофе? Я знаю одно уютное местечко». «Да, конечно», – ошарашенно уставился на него я. Он открыл дверь, и мы зашли в небольшой кафе-бар. У стойки стояло несколько посетителей, на ходу пропуская по рюмочке аперитива. Взяв в руки меню, я несколько раз пробежал его невидящим взглядом и, в конце концов, решил заказать себе большую чашку своего любимого американо. Месье Муро взял экспрессо. Мы выбрали столик и сели. «Месье Люк», – высыпая из пакетика сахар в эспрессо, обратился он ко мне. «Предлагаю начать ваш рассказ сначала. Надеюсь, вы простите мне такую несообразительность, но я немного запутался в ваших амурных приключениях». «Хорошо сказать, начать сначала», – подумал я. «Это ведь смотря что считать началом». «Месье Муро, я не уверен, с какого начала мне начать», – собравшись с духом, наконец ответил я. Он немного помолчал, отпил кофе и сказал. «В таком случае, милый друг, начните с того, как вы познакомились с девушкой, которая приняла вас за меня». «Ну, это легко», – подумал я и произнес. «Помните тот день, когда мы были с вами на Розалинде? » – он кивнул. «Когда вы ушли в магазин, я немного полежал, а потом мне захотелось подышать свежим воздухом. Я вышел на палубу и…» «Увидел ее. Она стояла на соседней яхте, ну, той, что напротив вашей, и курила». «Понимаю», – улыбнулся месье Муро. «Вас влечет к девушкам, курящим на палубах яхт». «Нет, просто мне очень нравится именно эта девушка». «Хорошо», – кивнул он. «Значит, вы увидели на соседней яхте курящую девушку, поняли, что это именно та, которую вы ищете, и спонтанно приняли решение отметить с ней Новый год». «Не совсем», – протянул я, подумав о том, что все это звучало так, будто я хотел снять девушку на одну ночь. «Я просто хотел попасть на вечеринку вашего соседа и там с ней встретиться». «А почему вы решили, что она там будет присутствовать? Она вам об этом сама сказала?» – спросил он. «Нет, она мне об этом не говорила. Я предположил, что она может быть связана с хозяином яхты и, скорее всего, будет присутствовать на его вечеринке». «Понимаю», – затягиваясь и выпуская струю дыма в потолок, – сказал он. «Ну, а что бы вы делали, если бы ваше предположение оказалось неверным?» «Я как-то не думал об этом. Я просто действовал по Наидию», – ответил я. «Хорошо, и что же Наидия подсказала вам делать дальше?» Я стал обдумывать, как мне без приглашения попасть на вечеринку. «Подождите, месье Люк, а почему ваша интуиция не подсказала вам, что вы могли представиться девушке и сказать ей о том, что хотите встретиться с ней на вечеринке?» Я опустил глаза. Он был совершенно прав. Ведь если бы я действительно поступил так, то сейчас все было бы гораздо проще. Однако поступить так, как он сказал, я не мог, поскольку поступил по-другому несколько месяцев назад. «Не знаю», – ответил я. Эпизод 72. Девушка в смысле девушка. 2 января. Монте-Карло. Я чувствовал на себе взгляд месье Муро, но, не поднимая глаз, продолжал упорно пялиться в чашку с американом. Я не хотел ему врать, да и утаивать ничего тоже, но чувствовал, что у меня пока не доставало смелости полностью открыться. «Мне кажется, месье Люк, ваше наитие выбрало для вас не самый легкий путь, иначе бы мы с вами сейчас тут не сидели», – наконец произнес месье Муро. «К сожалению, так уж вышло, я не специально», – пробормотал я. К нам подошел официант. Месье Муро заказал еще эспрессо и, отложив сигару, достал из нагрудного кармана небольшую записную книжку и начал делать в ней какие-то пометки. Я немного расслабился и, допитым американо, принял решение, что с этого момента буду максимально честно отвечать на вопросы месье Муро. Если, конечно, у него осталось желание их мне задавать. Так, месье Люк, подняв глаза от записной книжки, обратился он ко мне. «Давайте пока оставим в покое, как и почему вы познакомились с девушкой, курившей на яхте моего соседа, и разберемся в недоразумении с именами. Давайте!» – радостно кивнул я. «Из ваших слов я понял, что вы не представились девушке, но в какой-то момент она сама вас назвала моим именем. Так?» – «Да», – снова кивнул я. «Понимаете, я не успел ей представиться. Все как-то само собой получилось». «Что вы имеете в виду, все как-то само собой получилось?» – спросил месье Муро. «Ну, я, ну, в общем, я о другом думал в тот момент. Я что-то не совсем понимаю. Вы знакомитесь с девушкой, которая вам очень нравится, и в этот момент думаете о другом. О чем же тут еще можно думать?» «Я думал о другой девушке», – выдохнул я. «О другой девушке?» – удивленно воскликнул месье Муро. «Но, простите, вы же только что мне сказали, что девушка с яхтой – это именно та самая, которая вам нравится». «Наверное, я не совсем так выразился. Я хотел сказать, что мои мысли были заняты другим», – попытался объяснить я. «Не хотите ли вы сказать, что поскольку ваши мысли были заняты другим, то есть какой-то другой девушкой, то вы забыли представиться девушке, которая вам нравится, и поэтому она представила вас самому себе, назвав вас моим именем?» «Да, то есть нет. Я не о девушке в смысле девушки думал, и поэтому не успел представиться. Я был под сильным впечатлением от того, что я совершенно случайно увидел в одной из кают на яхте у вашего соседа». «Понимаю», – берясь за сигару, – произнес месье Муро. «И что же вы там увидели?» «Я увидел лежащего на кровати хозяина яхты». «Вы увидели же лежащего на кровати хозяина яхты?» – он уставился на меня, месье Муро. «Да, он, ну это, он, в общем, он занимался любовью. Чувствуя, как краска заливает мне лицо, выпалил, наконец, я». Эпизод 73. Липа. 2 января. Swiss Hotel. Ницца. Проснулась я от звука звонившего на ночном столике мобильника. Протянув руку, я схватила его, нажала ответить, и, не поднимая головы с подушки, прохрипела. «Да?» «Привет, солнышко!» – услышала я веселый голос Патрика. «Сколько раз можно повторять, не называй меня солнышком!» – возмутилась я. «Ой-ой, принцесса-журналистка не в настроении!» Проигнорировав мое замечание, продолжал он. «Прекрати свои дурацкие фамильярности!» «Солнышко, мы же с тобой работаем в очень тесном сотрудничестве. По-моему, это просто обязывает!» – снизив голос до шепота, произнес он в трубку. «Давай ближе к делу. Ты мое мыло получил?» «Получил, получил!» – вздохнул он моментально меняя интонацию. «Ну и?» «Ну и фигня! Откуда тебе такое присылают?» «Неважно откуда. Ты можешь говорить нормально?» Я скинула одеяло и, подойдя к окну, распахнула его. «Я и говорю нормально. Монтаж из двух снимков, причем не из лучших». «Что не из лучших?» – не поняла я. «Ты про снимки или монтаж?» «Про монтаж, дилетантский!» «Не нравится мне все это», – застыв у окна, подумала я. «Может, оставить все как есть, забыть о том, что я узнала, и не копать дальше?» «В противном случае можно ведь и разочароваться. А так я навсегда запомню Люка как божественно красивого юноши с собачкой, с которым мне довелось отпраздновать Новый год на белоснежном яхте-цветке». «Ну вот, уже думаю о нем так, будто и не надеюсь снова увидеть», – вздохнула я. «Солнышко, ты чего замолкла?» – прервал мои размышления Патрик. «Нет, ничего, почту в компе проверяла», – тихо отозвалась я. «А, ну, ясненько, тогда, как говорится, заходи еще, если что». Эпизод 74. Кто? 2 января. Ницца. С одной стороны, то, что снимок оказался липовым, меня, конечно, порадовало. Но с другой я понимала, что само по себе это еще не доказывало, что между юношей с собачкой и Дебби ничего нет. Она ведь была моделью, и ей просто могло нравиться, что можно вот так смонтировать и обработать любую фотографию. Может, в тот день ей не удалось быть вместе с Люком, и она таким образом выразила свою любовь. Мол, не рядом, но все равно вместе. Ансамбля Ажаме. Сидеть одной в номере, обдумывая, является ли Дебби девушка Люка или нет, мне не хотелось, поэтому я собралась и отправилась на прогулку по Ницце. Но, несмотря на красоты города, отвлечься мне никак не удавалось. Поминутно проверяя мобильник, я мыслями все время уносилась к юноше с собачкой. Прогуливаясь таким образом по одной из улочек, я подошла к витрине зоомагазина и бросила взгляд на небольшую корзинку, выставленную там. В ней, в пене золотистых стружек, сидел черно-белый щенок Кокер Спаниели. Увидев меня, он встал на задние лапы и, положив передние на край корзинки, замахал хвостом. Я улыбнулась и через стекло дотронулась до его носа. Он разродился веселым лаем, и я в ту же секунду поняла, что мне просто необходимо выяснить, является ли Дебби Амора девушка Люка или нет. Послав щенку воздушный поцелуй, я развернулась и быстро зашагала по направлению к отелю. Отыскав в гугле агентство, представлявшее Дебби Аморы, я позвонила им, и после непродолжительного с ними разговора у меня на столе уже лежал нужный номер телефона. Собираясь с мыслами, я на секунду задумалась. Вдруг мой мобильник громко зазвонил. Ну, наконец-то, подумала я и нетерпеливо уставилась на дисплей. Мама. Алло, ответила я упавшим голосом. Лина, дорогая, с Новым годом! С Новым годом, мам! Хотела спросить, как тебе понравился рождественский прием в Монте-Карло? Какой прием? Крутя в руках бумажку с номером Дебби, спросила я. Ну как же, прием у госпожи Аллен. Ты разве не получила приглашение? Заволновалась она. Нет, я Рождество в Лондоне провела, а Новый год здесь, в Ницце. Ах, какая жалость! Наверное, приглашение затерялось в предрождественской почте. Я никак не могла присутствовать на этом вечере. Должна была быть в Нью-Йорке, на посольском приеме с папой. Продолжала тараторить она. Мам, я все понимаю, но я-то тут при чем? Раздраженно прервала ее я. Меньше всего меня сейчас интересовал прием у какой-то госпожи Аллен из Монте-Карло. При том, что она и тебе приглашение выслала, я ей наш адрес в Лондоне дала. А ты ничего не получила и просидела все Рождество одна. Я была не одна. А кто он? Кто? Не поняла я. Ну, твой любовник. Мама, он не мой любовник, а просто друг. Вот значит, как это теперь называется, отозвалась она. Мама, мне надо идти, у меня важный звонок. Ну, иди, иди. Да, папа тебе привет передает. Эпизод 75. Органично. 2 января. Swiss Hotel. Ницца. Я снова собралась с мыслями и, набрав номер Деби Аморы, стала вслушиваться в протяжные гудки. Алло, наконец услышала я. Здравствуйте. Здравствуйте, протянули в ответ. Я могу поговорить с Деби Аморы? А вы кто? После короткой паузы спросила она. Я звоню из редакции журнала «Модель». Ах, ясненько хрустнула она яблоком. Ну, это я, Деби Аморы. Очень приятно. Угу, чавкая в трубку промычала Деби. Я пишу статьи о жизни модели и хотела бы провести с вами интервью. Пытаясь сохранять спокойствие, сказала я. Чавканье в трубке моментально прекратилось. Да, воскликнула она и с ноткой кокетливости добавила. А почему со мной? Мне нравятся ваши снимки. В них есть что-то от тайны, ответила я. Да, я тоже так считаю, взвизгнула она. Знаете, я так люблю позировать перед камерой, а фотографы так легко заводятся. Стоит лишь чуть-чуть улыбнуться и немного выгнуться. Ну, вы понимаете, о чем я. Да, безусловно, отозвалась я, представив Деби в виде улыбающегося неопренового хула-хупа. Знаете, я всегда представляю, что за камерой не один, а много зрителей. Тысячи. Нет, миллионы. Это так возбуждает. Полностью с вами согласна. Вы завтра сможете со мной встретиться? Да, с готовностью отозвалась она. Тогда буду вас ждать в шесть в баре отеля Леони Греско. Оки-доки, бросила она и отключилась. Не понимаю, подумала я. Если она действительно девушка Люка, то как он с ней вообще общается? А может, у них все сводится исключительно к прогибаниям и выгибаниям? Меня потянуло запить возбуждающее, стимулирующее общение с Деби чем-нибудь покрепче. Я открыла дверцу мини-бара и заглянула внутрь. На полочках были выставлены банки с неалкогольными напитками типа колы и несколько миниатюрных бутылочек с джином, водкой и каким-то загадочным ликером. Зазвонил мобильник, и мое сердце в очередной раз ёкнуло. Захлопнув дверцу мини-бара, я подбежала к столу и взглянула на дисплей. – Мухаммед. – Да, – ответила я. – Как там насчет статьи? Узнали? – Нет еще, но думаю, что самое большое, на что согласится редактор, это поместить фотографии с вашей вечеринки в светской хронике. Ответила я, возвращаясь к мини-бару и вынимая оттуда бутылочку с загадочным ликером. – Вот и отлично, – обрадовался он. – Я и сам хотел вам это предложить. – А, – протянула я. – Знаете, у вас там на Фейсбуке много фоток с разными моделями. – Рад, что оценили, – перебил он меня. – По-моему, получилось очень органично. Модели так хорошо вписались в интерьер яхты. – Да, я бы сказала, очень органично. – Органично? – расхохотался он. – Это что, какой-то новомодный термин? – Да, – очень, – ответила я, разглядывая этикетку на бутылочке с ликером. – Так, а когда мы с вами сможем встретиться и выбрать фотографии? – снова наехал он. – Эпизод 76. Призвание. 3 января. Отель Лёни Греско. Ницца. – Люк так и не позвонил, но я не теряла надежды. Мало ли какие срочные дела могли наметиться у юноши с собачкой за последние два дня? Хотя, честно говоря, я себе слабо представляла, какие такие всепоглощающие дела могли быть во время праздников у французского красавца-аристократа. Но, кто его знает, всякое в жизни бывает, – думала я, сидя в баре отеля Лёни Греско и нервно постукивая карандашом о блокнот. Наконец, оторвавшись от мысли о Люке и его срочных аристократических делах, я взглянула на часы. Прошло уже 20 минут с моего прихода, но Дебби все еще не наблюдалась. – Неужели не придет? – промелькнуло у меня в голове. – Ведь у такой девицы могло быть семь пятниц на неделе. Вчера у нее было настроение давать интервью, а сегодня его может и не быть. – А что, если она рассказала юноше с собачкой о нашей встрече? – Возьмет еще и притащится сюда вместе с ним. – И тогда все сразу станет ясно и спрашивать ничего не придется. Я открыла блокнот, пробежалась глазами по вопросам, которые подготовила вчера для интервью, и, взявшись за мобильник, уже собиралась набрать номер Дебби, но тут она неожиданно появилась в дверях бара. На ней были черные джинсы-стретч, отчего ее худоба, резко подчеркнувшись, превратилась в изможденность. Я пристала и помахала Дебби рукой. Заметив меня, она вихляя бедрами направилась в мою сторону. В просвете между ее ног хорошо просматривались соседние столики. Подойдя ко мне, Дебби плюхнулась на стул и стала рыться в сумке. – Я уже думала, вы не придете, – поприветствовала ее я. – Не, кастинг был, – не поднимая глаз, отозвалась она. – А, понятно, вы что-нибудь будете? Прекратив рыться в сумке, она бросила голодный взгляд на лежавшее перед ней меню. – Не, я на диете, – покачала она головой и, вынув большое красное яблоко, вонзилась в него зубами. Пытаясь не вслушиваться в громкий хруст, который она производила, я приступила к интервью. – Дебби, в нашем телефонном разговоре вы упомянули, что вам нравится позировать перед камерой. Расскажите немного о том, каким образом вы осознали, что это ваше истинное призвание. Она перестала хрустеть яблоком и, уставившись в одну точку, на секунду задумалась. – Да никак, просто мне нравится, когда на меня смотрят, – наконец ответила она. – Вы имеете в виду мужчин? – Да и женщин тоже, – хихикнула она. – Мне нравится наряжаться, а потом позировать во всем этом перед камерой. Я ловлю от этого кайф. Если хотите, можете назвать это призванием. – Хорошо, – произнесла я, записывая ее ответ в блокнот. – А как относится к тому, что вы ловите кайф перед камерой? – Ваш парень, ведь вам часто приходится позировать обнаженный. – К счастью, такой проблемы у меня нет, – расхохоталась она. – В данный момент у меня нет постоянного парня. А если будет, то я позабочусь о том, чтобы он был из таких, кому нравится, когда его девушка восхищается, другие мужчины. – Простите, Дебби, но у меня создалось впечатление, что у вас есть парень. – Это почему же, – кладя огрызок яблока в пепельницу, – спросила она. – Готовясь к интервью, я просмотрела довольно много материала о вас и, среди прочего, нашла на вашем профиле в Фейсбуке вот это. Доставая распечатку снимка с люком и кладя ее перед ней, сказала я. Эпизод 77. Полуправда. 3 января. Монте-Карло. В конце концов, мне пришлось все рассказать миссио Муро. Ну, или почти все. Про случай с фоткой на Фейсбуке я решил не упоминать, так как считал, что это не имеет отношения к делу. Миссио Муро, конечно же, будучи истинным джентльменом, отнесся к моей дилемме с тактом и пониманием. Я был ему за это невероятно благодарен, ведь раньше я ни с кем не делился подробностями своей личной жизни, или, вернее, отсутствием таковой. Как я и предполагал, он посоветовал, не откладывая признаться ей в недоразумении с именами, так как, по его мнению, рано или поздно она все равно узнает правду, и тогда будет намного сложнее объяснить, почему я промолчал и чем руководствовался, продолжая притворяться. В принципе, я был совсем не против правды, даже наоборот, тормозило меня лишь одно, а именно то, что наше знакомство на яхте было не первой нашей встречи. Только она об этом не подозревала, поскольку считала, что я миссио Муро. Если я ей признаюсь в недоразумении, то придется раскрыть и тайну электронного Л и А, а на это у меня все еще не хватало духа. Я так разволновался, что полночи не мог уснуть, а когда наконец уснул, то проспал аж до полудня. Открыв глаза, я вновь принялся за размышления и в очередной раз, все обдумав, пришел к выводу, что наиболее приемлемым в моей ситуации будет полуправда. То есть врать я не буду, а лишь умолчу о своем признании о некоторых двусмысленных деталях. Я скажу ей, что не исправил недоразумения с именами потому, что нашел его очень удобным, поскольку хотел пригласить ее на яхту своего друга, и раз уж она сама назвала меня именем друга, то решил ее в этом не разубеждать. Я также решил, что открою ей свое полное имя – Люк Эдвард Аллен. Но если она начнет проводить параллель между Л и А, который писал ей электронные сообщения, и мной, то я просто скажу, что это очень забавное совпадение. Повеселев от принятого решения, я вскочил с кровати, поднял с пола сумку, с которой ездил на яхту, и, расстегнув ее, вытряхнул ее содержимое на пол. Вытащив из этой кучи брюки от смокинга, я стал шарить в карманах, ища ее визитку. Однако, к моему удивлению, вместо нее я обнаружила там карточку с именем Мадемуазель Дюмонт, той самой загадочной незнакомки, казавшейся мне такой знакомой. Отложив именную карточку, я еще раз перетряхнул все вещи, заглянул во все карманы и даже обследовал дно сумки. Вдруг визитка, случайно вылетев из кармана, застряла в какой-нибудь складке или щелке. Но безрезультатно. Визитка Лины Брик бесследно исчезла. Эпизод 78. По секрету. 3 января. Отель Леонегреско. Ницца. Дебби взяла со стола распечатку снимка. А, ну это, рассматривая его, усмехнулась она. Хорошо получилось, правда? Дебби, я не совсем вас понимаю, сверляя ее взглядом, произнесла я. Можете записать в интервью, что у меня нет парня, кладя распечатку на стол, заявила она. Мы не можем упоминать, что у вас нет парня при наличии в публичном хождении этой фотографии, да еще с довольно неоднозначной подписью, из которой очевидно, что этот молодой человек является вашим парнем. Пошла я в наступление. Вы же понимаете, что это может рассматриваться как искажение информации, а мы не желтая пресса. По возможности, мы всегда стараемся придерживаться правды, и для вас исключения мы делать не будем. Произнестя на одном дыхании эту тираду, я в упор уставилась на Дебби. Спускать ее с крючка я не собиралась, но вместе с тем все еще не была уверена, действительно ли у нее нет парня, или она, что-то скрывая, не желает говорить правды. Дебби, закусив губу, опустила глаза и стала сосредоточенно рыться в сумке. Я ждала. Наконец, выудив оттуда сигареты, она закурила и, бросив на меня быстрый взгляд, сказала, «Эта фотография не имеет отношения к моей личной жизни. Меня попросили ее вывесить». «Кто?» «Госпожа Аллен», нервно затягиваясь, ответила она. «Какая госпожа Аллен?» – спросила я. «Ну, мама Люка». «Мама?» – удивилась я. «Да, понимаете, она мне за это заплатила». «Что конкретно вы имеете в виду?» – оторопев спросила я. Она немного помолчала, затем, наклонившись ко мне, прошептала. «Только это между нами, ладно?» Я кивнула. «У Люка нет девушки», – таращис на меня выдохнула она. «Ну и что, у вас тоже, как вы только что сказали, постоянного парня нет?» «Да я не об этом», – отмахнулась она. «У него ее вообще никогда не было, понимаете?» До меня, наконец, дошел смысл ее слов. Несколько секунд мы, не отрываясь, смотрели друг на друга, затем Дебби сделала глубокую затяжку и, откинувшись на спинку стула, выпустила вверх струю едкого дыма. «Так вы хотите сказать, что он?» – начала я. «Да, вот именно», – перебила она, – девственник. «Эпизод 79. Какая разница?» «Третье января. Отель Леонегреско. Ницца». Я смотрела на огрызок яблока, оставленной Дебби в пепельнице, и пыталась переварить информацию, которую она только что по секрету поделилась со мной. Новость о том, что юношу с собачкой на самом деле звали Люком, меня очень порадовала. Однако я не могла понять, почему Люк никак не отреагировал на то, что я назвала его чужим именем. Мало того, за весь вечер, проведенный вместе со мной, он ни разу не разуверил меня в моей ошибке. А может, осенило меня, это не имя Люк Аллен, а имя месье Муро является его псевдонимом? Ну, если так, то теперь понятно, почему я не смогла найти в интернете никакой информации о месье Муро. Ведь его же просто-напросто не существует. Но откуда тогда Гаспар узнал про этот псевдоним? Я же хорошо помню, с какой быстротой Мухаммед получил от него ответ на свой вопрос о владельце яхты Розалинда. Может, посторонним и малознакомым людям Люк предпочитает представляться как месье Муро? Ну, ведь Гаспар, по сути, для Люка и есть именно такой малознакомый человек. Но, задумалась я, в таком случае я тоже попадаю в эту категорию. Тогда, конечно, все сходится. От этой мысли мне стало грустно, и настроение в конец испортилось. Швырнув мобильник в сумку, я заказала бокал вина. Сидя в одиночестве за столиком и машинально вычерчивая в блокноте бессмысленной загогулиной, я пыталась вытеснить из головы мысли о Люке, но мне это никак не удавалось. Я заказала еще бокал вина. Бар быстро наполнился людьми, и из стоявшего в зале гула голосов, то и дело всплесками воровались смех и громкие восклицания. Интересно, подумала я, а скольким еще людям Деби Амора по секрету рассказала о девственности Люка? Меня-то это интимное откровение не смутило, скорее очень удивило и даже заинтриговало. Ведь я наивно полагала, что у такого красивого парня в этом смысле должно было быть много опыта. А вот оказалось наоборот. Если честно, то мне даже нравилось, что он девственник. Это придавало ему в моих глазах еще больше привлекательности и романтичности, особенно принимая в расчет, что мужественности кругом и так хоть отбавляй. Хотя какая мне теперь разница, он же все равно мне не позвонит. Конечно же, интервью с Деби я публиковать не собиралась. После того, как она поделилась со мной своим секретом, я ей сказала, что пока липовая фотка с Люком висит у нее на профиле в Фейсбуке, то о публикации интервью в журнале речи быть не может. Она, конечно же, сделала вид, что это ее нисколько не задело, но пообещала, что попробует переговорить по этому поводу с госпожой Аллами. Но я была уверена, что делать этого она не будет, так как чувствовала, что вознаграждение, полученное от мамы Люка, ее привлекало гораздо больше, чем интервью в журнале. Устав рисовать в блокноте загогулины, я захлопнула его, расплатилась и вышла из бара. Эпизод 80. Телефон. 3 января. Монте-Карло. Взирая на раскиданные на полу вещи, я лихорадочно пытался сообразить, куда же, если не в карман брюк, я мог еще положить визитку Лины. Неужели я действительно ее потерял, подумал я, и от этой мысли меня бросило в холодный пот. И потом, не могу же я теперь, когда все так удачно сложилось, возвращаться к электронному ЛИА. Я сел на кровать и задумался. Но чем больше я думал, тем менее уверенно себя чувствовал. Посмотрев на ситуацию со стороны, я вдруг представил себя глазами Лины. Этакий неуверенный в себе парень с лощавой наружности, который, к тому же, ничем особым в жизни не занимается. Приглашает ее на свою яхту отпраздновать Новый год. Ну и что? Вон, сын посла Арабских Эмиратов тоже ее пригласил. Да и вообще, мало ли кто ее и куда приглашает. Да, но приглашение-то она мое приняла и даже, по-моему, получала удовольствие от нашего общения. Значит, она ко мне неравнодушна, сделал вывод я. Хотя это еще ни о чем не говорит. Она ведь могла согласиться на мое приглашение и совсем по другой причине. Тут у меня перед глазами ярко встал ее образ, и я вспомнил, как уловил в ее глазах разочарование, когда не состоялся наш поцелуй. А может отправиться в Ниццу и подкараулить ее там у входа в Swiss Hotel? Только, наверное, это будет выглядеть глупо. Еще вообразить, что я ее преследую. К тому же, как я ей объясню, откуда я узнал, в каком отеле она остановилась. Она же не в курсе, что я за ней следил. Вдруг открылась дверь и в комнату вошла Маман. Мама, ну я же просил стучать, вскочив, воскликнул я. «Шири, что случилось?» Обводя взглядом разбросанные на кровати и на полу вещи, спросила она. «Представь, ровным счетом ничего, кроме того, что я потерял телефон своей девушке», не сдержавшись, выкрикнул я. «Шири, зачем так кричать?» обиженно произнесла она. «У меня есть ее телефон, я могу его тебе дать». «Чей телефон?» оторопел я. «Телефон твоей девушки?» «Он у меня где-то записан», ответила она и начала наводить на моей кровати порядок. «Мама, прости, но каким образом у тебя может быть телефон моей девушки?» «Ну как же, разве ты не помнишь?» сделала она удивленное лицо. «Она же присутствовала на нашем рождественском ужине». «Такая милая девушка, я записала ее телефон». «Так, на всякий случай». «Мама, девушка, которая мне нравится, не присутствовала на твоем званом ужине, и ты не могла с ней разговаривать. О какой девушке ты говоришь?» «О Дебби Аморе», наконец перестав возиться с моими вещами, ответила она. «Она же присутствует,